Он нокаутировал 11 противников, 24 раза праздновал победу, выступал на лучших аренах мира, включая Беллатар, RCC и 1FC, рубился с мировыми звездами и мощнейшими ударами укладывал на конвас топовых бойцов. Сегодня вашему вниманию мы представляем Николая Алексахина, одного из самых зрелищных ударников в отечественных смешанных единоборствах, который выступал за команду Фёдора Емельяненко, а сейчас представляет Екатеринбургский клуб «Рать». Он проходил службу по контракту в элитной 45-й отдельной бригаде ВДВ и на бои всегда выходит под её флагом. Сейчас вы увидите бой Николая против лютого бразильского нокаутёра Родриго Кавальера Каррейли, который состоялся в декабре 2018 года на турнире RCC. Бразилиц был большим любителем размениваться ударами в стойке и уложил на своём пути в нокаут аж 19 бойцов. Поэтому лучшего противника, чтобы устроить невероятно зрелищный бой двух ударников, было и не придумать. Итак, первый раунд. Полусредний вес Николай Алексахин, перчатки с красным скотчем. Его соперник из Бразилии Родриго Кавальеру Корея. Боец, вышедший на коротком уведомлении. Этот факт немаловажный. Этот факт может оказаться немаловажным по ходу по выкидке. Николай, очень мощно выглядит. Но вот сегодня ребята такие мощные очень быстро теряли кондицию. Поэтому посмотрим, интересно посмотреть. То есть атлетизм связан именно непосредственно со строительством тела. Или это следствие хорошей физической подготовки и функциональной. Ты коллега к тому, что не помешает ли мышечная масса Николая? Да, да. Иногда, если эта мышечная масса наработана с помощью такого, скажем так, неправильной методики, то она иногда бывает именно не помогает, а мешает в длинных боях. Тем временем Николай Алексахин взял, да и ударил соперника ногой. Причем точно, причем в корпус. А вот здесь встретил жестко лоу-киком Корея Алексахина. Алексахин очень быстрый. Удары у него такие резкие, мощные, он практически не проваливается. Ну вот разве что, когда тянется до корпуса рукой. Хотя, в общем-то, ногой логичнее было бы ударить. И нога и длиннее, и мощнее. Элемент капоэры сейчас продемонстрировал нам бразилец. Жестко, но сам, а мне кажется, сам бразилец так пригласил в партер Алексахина. Вроде бы попал. Да нет, Алексахин прихватил ногу и опрокинул его. До этого попал бразилец жестко лоу-киком, кстати. Ну, как мы знаем, для бразильцев, для многих, позиция снизу может оказаться атакующей. Так, подтаскивает к сетке Алексахин бразилец. Все правильно делает, старается лишить пространство. Мне кажется, бразилец сам туда сместился. Он хотел встать. По сетке? Да, да, да. Но Алексахин его сразу же развернул и таз под себя подтянул. Вот видишь, он пытаясь, вот он использовал сейчас сетку и встал. И пропустил, несмотря на то, что пропустил при подъеме удар. Ну, надо было чем-то жертвовать, да, или оставаться внизу, или меняя позицию. Обменялись лоу-киками бойцы. До этого попал Кореа, а теперь Алексахин туда, во внутреннюю сторону бедра метит. Хорошо. Сейчас такой хороший правый прошел у Алексахина. Причем, Родриго бьет не лоу-кик, он по голени бьет. Ты видел, он отбивает голень? Да. Низко бьет. Вот, видишь, куда он бьет? Лоу-лоу-кик такой. Да, очень болезненный удар, потому что он по голени. И, в общем-то, может вывести из строя. Причем, это опорная нога у Алексахина. Здесь очень голень должна быть подготовлена, чтобы испытывать такие нагрузки. Причем, как для бьющего, так и для того, кто принимает. Вот смотри, он видишь, как икру отбивает сейчас, так чуть-чуть сбоку ударил. Ну, вот я комментируя, например, турниры Глори сталкивался с такими ситуациями и турниры ТНА, когда просто за счет того, что отбивали голень, люди проигрывали техническим нокаутом. И вот он раз за разом туда наносит удар. Что делать Алексахину? Ну, Алексахину, во-первых, быть готовым. Во-вторых, может быть, спровоцировать, подставить ногу, он ударит, и на этом его подловить. То есть, если противник явно что-то делает, надо создать для него условия, но быть самому готовым, что именно это действие будет. Хорошо сейчас хай-кейк от Алексахина. Показал он, что может и умеет. Ну, яркий, яркий боец. Я видел его поединки в том же One Championship. С Аскрином было сложно. Аскрин борец, он сразу перевел Алексахина в партер. Там Николаеву было сложно тягаться с базовым борцом. Вот так, ножки туда. Владеет инициативой в первом раунде у нас Николай Алексахин. Ну, он правильно раздергивает, в общем-то, финтит неплохо, смещается. И сам вот наносит тоже в голень удары. Ну, мы слышим у главы Алексахина, надо обманывать бразильца, кричат ему. А бразилец стойку поменял. С чем это связано, я пока не понимаю. Возможно, удар готовит, такое же тоже случается. Да, да. У него неплохие, но... Вот колено сейчас хорошее было. Все, все. Все, спасает. Спасает сирена Алексахина. Нет, еще. Вот видишь, рефери, если встанет... Может, остановить будет. Нет, нет, после этого. Он нарвался на колено. То, о чем я говорил, кстати. Это хороший прием против борцов, когда борец идет. Колено кидаешь просто и в 99% случаев попадешь. Если ты хороший ударник. Спасает просто сирена бразильца. Ну, вопрос, коллега, мне кажется, успеть ли восстановиться? Не знаю. После вот таких вот плюшек. Во всяком случае, до момента, когда его отправили в угол, он еще стоял, болтался. Вот, я думаю, здесь может быть... Зря, конечно, вот эту ситуацию, связанную с отчетом, не производят в ММА, как в боксе. Нокдаунды не считаются. Да, да. Ну, может быть, его не считать нокдауном, а когда рефери отсчитывает, он видит по глазам состояние. Дело-то в том, что можно же усугубить. Вот сейчас он пропустил, да, второй удар может быть более тяжелым. Вот что со Стивенсоном произошло, да? Да. Гвоздик Стивенсом. То есть, вот он сейчас улыбается, все, а вот следующий удар может быть более тяжелым. Фатальным почти. Да, да. Не дай бог, конечно. Кстати, Стивенсом из комы не вышел еще, я просто не в курсе. Нет, ему операцию сделали и опять ввели в комы. Ну, мы желаем Адонису скорейшего выздоровления. Конечно же. Жестко Алексахин. Ну, кстати, смотри, коллега, не летит Алексахин добивать. Очень прагматично действует пока. Ну, все правильно, да. Потому что можно самому раскрыться. О, все, 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 все. Это было очень впечатляюще. Вот то, о чем я говорил. Ну, и вот, может быть, добивающий удар был ни к чему. Ни к чему абсолютно. Друзья, как любит говорить мэтр комментаторского цеха Владимир Ильич Генгин, вы видели все сами. Тут комментировать, по-моему, даже не надо. Страшный удар, конечно же. В первую очередь хочется все-таки, наверное, пожелать здоровья Корее, чтобы он побыстрее из себя пришел и побыстрее оклемался. Самое страшное, что он первой ногой очень мощный пропустил. Я говорю, даже если он визуально отошел, то есть какие там процессы происходят, то есть это же не за секунду все происходит. Конечно. Может быть, имело смысл. Вот если бы как в боксе был отчет, и рефери бы смотрел. То есть даже если после гонга лежит, все равно отчет происходит. И в любой момент рефери может остановить бой. Здесь, значит, он еле-еле встал, еле дошел до своего угла. И ему разрешили боксировать. Проблема не в том, что кому победу отдадут. Проблема в том, что будет со здоровьем спортсмена. Да, да. Тут не нужно забывать. Многие говорят там в комментариях, пишут, вот левая остановка еще. Друзья, вы не рефери, вы не знаете, вы не видите так, как видит рефери боксера, его состояние. Поэтому вопросы с левыми остановками оставьте при себе, у себя на диване. Да, потому что рефери стоит, он смотрит именно в глаза бойцу. И он понимает, насколько этот удар был лишний, конечно. Но рефери не успел просто. Да нет, ну Алексахин был заряжен, но видно было, тем более перед этим, вот ни к чему этот был абсолютно. Вот там была установка у бойцов, и у ММИ у них всегда установка, если ты попал, надо добивать. Тут такой момент. Наши поздравления Николаю Алексахину, наконец-то мы это скажем. Молодец, молодец, все сделал очень красиво. Да, хорошая заявка, но бразилец был на коротком уведомлении, и за что ему огромнейшее отдельное уважение, что вышел и взял бой с таким сложным, опасным соперником. Ну и желаю ему здоровья, конечно. Здоровья. На 33 секунде второго раунда победу нокаутом одержал Николай Алексахин.